Вот братья приехали. Вчера машину тут ремонтировали. Сегодня я их кормлю. Видишь как, что больше вошло, а не стоя. До полдвенадцатого ремонтировали. Ну, вон как. Полдвенадцатого. Меня не достучались. Вот что мне обидно-то. Ну, не могут стучаться. Я бы достучался. Палочку взял и торцом, торцом в раму. Обязательно проснулся бы. Я-то умею стучать, Игнатьевич. Вы меня всегда слышите. Ну, у меня ни разу не было так, чтобы... Телефон попросил. Телефон у меня рядом. Я звонил. Ну, посмотрите, пропущены. Звонки у вас стоят. Я стучался здесь, в окно стучал вам тоже. Мы два раза сюда приезжали. Я не мог дождаться. Не звонить. Во сколько приедут? Я понял, что, значит, у Кигоря ушли, не позвонили. Там рядом. Мы-то переживали, Игнать Ильич Ильич. А там задержка. Там задержка. И просили, упрошали, и умоляли. И даже я поругался с ними. А потом помирился. Пошел. Брат Владимир говорит, иди, не стоит, не надо, не надо. И я потом сам понял, что, ну, не стоит. След оставляем нехороший. Я оставляю нехороший след. Да. Да. Ну, что-то запомнится все равно. Все, все. Так, яички-то, что они не взяли-то? Хотя бы по парочке съешься и все. Ну, я не хочу. Время у нас. Время, время. Молиться будете, да? Ну, молитесь. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, что он опитал Твои незамные благами. Мне лишь тоже небесные Твои благ. Но как посреди ученков пришел, Ты принес мир, так приди к нам и спаси нас. Слава Тебя за все Твои милости и щедро Твои. Благословите, помолитесь. Сейчас идете? Я говорю, помолитесь за нас. Давай. На дорогу. На дорогу. Слава Тебе, воскресший Господь наш Спаситель. И позволил нам еще встретиться на этой земле. Хвала Тебе. Просим Твои милости, Господь. Добрый ангел хранится да охраняет братьев в пути. И начальствующих там расположи. И в этом деле нужным для нас, Господи. Покажи, где конец этому всему. Расположи. Чтобы мы были благовестниками в каждом месте. И молитва нисходила из ус и сердец наших. Тебе, Божья, хвала. Тебе слава. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос, за внимание, что пришли у меня тут. Это Вас, Спаси Христос. У меня Татьяна. Затеяла, приносите мне. Ну и встречая ее там, не мог отбиться никак. Ну, заботиться, чтобы накормлен был. На коврик только ногой не вставай. Голый. Не забудьте. Вот о положении. А вот белый, белый тоже ходит и орет. Да. Белый тоже ходит и орет. Хвост трубой главное. Вот, ходит хвост трубой. И перед ногами. Вот не отходит перед ногами. Ну, значит, любит, а то орет под ногами. Ну, это невозможно. Ну, если ты выпускаешь его? Конечно, он ходит, да. Ну, прям выходит в огород везде? Да. Ну, нормально. А, представь, просидел он. Срок отбывал здесь, в подполе. Ну, прибежал один какой-то там брат. Не Устиновский, который гонял его? Вот тут опять паразит. Он ничем не занимается. А там еще история интересная была. Мы сидим дома, и вдруг звонок от батюшки. Володя, ты чего живность свою раскидал, не собираешь? Какую живность? Да, говорит, кот твой забрался к нам куда-то на чердак и орет. А где это? На какой чердак? Батюшка говорит, у него там где-то в сарайке... Ну, не твой кот. Да, говорит, мой кот орет там, приезжай, забирай его отсюда. Я говорю, да ну, у меня из дома-то боится выйти еще туда куда-то, в конец деревни. Ну, еще. Ну, я пошел справа проверить, я не поверил батюшке. Не, нету, нету. Нет, дома сидел. В другом... Ну, понятно. Я ему звоню, говорю, батюшка, мой на месте. Он мне не ходит. Сейчас я с вами выйду. Да. Давайте, братья, собирайтесь. Область.